Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Лето у нас продолжается. Еще утро, а в тени уже 34 градуса. Ужас! К концу сегодняшнего съемочного дня я, похоже, буду похож на вяленый перец. Ладно. Ледок это 15 назад я покупал в магазине большого карпа, фаршировал его и запекал в духовке. Это был пир для желудка. Но затем произошло страшное. То ли рыбу в окрестные магазины стали завозить с других рыбоводческих хозяйств, то ли в старых хозяйствах сменили карманы какие-то новые. Но есть эту рыбу стало невозможно. Они стали чудовищно жирные. И мало того, что жирные, но вкус этого жира был не просто неприятный, а какой-то отвратительный. И я надолго забыл тот рецепт. Но вчера, разглядывая в магазине рыбные прилавки, подумал, а не попробовать ли приготовить таким вот способом морскую рыбу? И купил вот эту сладкую парочку. Себас. Он же морской волк. Он же морской судак. Реже морской окунь. Он же лубина. Он же бронцина. Или бронзина. Он же спигола. Он же ранью. Имен у него, как у старого рецидивиста, что, на мой взгляд, говорит как о распространенности породы по всему миру, так и о ее кулинарной популярности. Карп я запекал в духовке. И если у вас сейчас нет доступа к грилю, то вы можете поступить аналогичным образом. Но я хочу попробовать этот рецепт на углях. Честно сказать, просто повод искал испытать новую для меня методу. Ну, запекание чего-нибудь на досточке. Лежат они у меня уже полтора месяца. Я все никак не мог к ним подступиться. Впрочем, хватит болтовни. Давайте приступать. Для начинки понадобятся сладкий перец, лук и мясистые помидоры. А для заправки растительное масло, сладкая горчица и винный или бальзамический уксус. На худой конец возьмите яблочный, но только ароматный яблочный. Хороший, вкусный уксус важен, ну, едва ли не больше, чем свежие овощи или хорошая вкусная рыба. Вы, конечно, можете придумать свои варианты, но заклинаю вас. В первый раз попробуйте приготовить начинку вот в точнейшем соответствии с моими рекомендациями. Вот точно, не пожалеете. Важно все. И крупность нарезки, и форма, и даже использование ножа. Самурухайкарбон. Насчет самурушучу. Важно, чтобы нож был острый. Тупым ножом вы помидоры передавите. Они нужны нарезанные, чтобы каждый такой вот кубик держал форму, а значит и сок себе удерживал. Ну, представьте сами, если у вас первый случай, то есть острый нож, то начинка у вас нарезана аккуратно. Каждый овощ – это отдельный кубик. Она классная, здоровская такая. А если у вас нож по остроте, ну, как каменный топор, то начинка у вас как каша передавленная. И получается не нормальная начинка, а эдакий недосупец. Тогда уж надо просто все в кастрюлю заливать и варить эдакий недосуп. В сегодняшнем рецепте начинка должна быть начинкой, а не кашей. И помидоры, и перец, и лук я стараюсь нарезать кубиками примерно одинакового размера. Соотношение овощей в начинке надо варьировать под ваш вкус. Отталкиваясь от остроты и сладости, если лук сладкий, можно его побольше. Если лишний горчит, ну, поменьше. Кстати, прервусь на разжигание угля. И, конечно же, я воспользуюсь для удобства вот этой классной штукой. И этим самым удобством вам все мозги уже проклевал. В группе ВКонтакте очень многие выкладывали фотографии своих подобных штук. Обращаю ваше внимание, вот здесь не лист металла с дырочками, там решетка. Ведь скорость разгорания зависит от количества воздуха, поэтому и ставлю я эту приспособу тоже на решетку гриля. А если бы я поставил, допустим, вот сюда, на вот это каменное основание, то времени понадобилось для разжигания того же самого количества угля. Ну, процентов на 20-30 больше. Продолжу пока. Итак, овощной набор у меня уже готов. Пора заняться заправкой, ну, или соусом, если хотите, для этого салата. В качестве заправки у меня выступит соус винегрет. От английского винегар, уксус. В моем случае бальзамик. Уксус разных производителей, да и разных сортов, имеет очень разную концентрацию кислоты, разное содержание сахара, прочих ароматов. Так что пропорции вам придется выбирать, исходя из собственных представлений о прекрасном. Не стесняйтесь пробовать и прислушивайтесь своим ощущениям. Что в соусе винегрет является обязательными ингредиентами? Ну, понятно, уксус, растительное масло и горчица. Я масло беру исключительно оливковое, но смешиваю. Вот здесь вот у меня экстра вежен, а здесь так называемое для жарки. Но для жарки это не просто рафинированное масло. Нет. Здесь под этой маркой продают смесь рафинированного и экстра вежен, добиваясь того, чтобы все-таки и вкус хоть какой-то был, и масло не горело при обжаривании. Меня вот это соотношение в масле для жарки не устраивает. Поэтому я, добавляя экстра вежен к этому маслу, добиваюсь желаемых для себя результатов. К чему я это все говорю? Да потому, что вы не полагались на рецептуру, указанную в справочнике, потому что у вас другое, возможно, масло. Может быть, у вас для жарки это чистое рафинированное масло. Подбирайте это соотношение, исходя из своих вкусовых ощущений. Больше доверяйте своему языку. Короче. И вот теперь горчица. Я рекомендую брать сладкую. Такую, какую в американских хот-догах используют. Вот так. Ну и сразу же, исходя из моего опыта использования вот этих моих продуктов, положу соль и черный перец. Немного. И горчица недостаточно сладкая для моих целей. Так что еще водка сахара. И перемешать. А вы не спешите с сахаром, солью, перцем. Сначала пробуйте. А надо добиться такого отчетливого кисло-сладкого с остринкой перца вкуса. Причем даже больше, наверное, сладкого, чем кислого или острого. Ну-ка, что тут? Да. То, что надо. Это моя, пожалуй, самая любимая заправка салатная из всех. Я вам уже говорил вот в этом ролике, что, в принципе, вот эту самую кислую основу, уксус, можно менять на любую. Это может быть... Не обязательно уксус. Это может быть лимонный сок, в принципе, сок цитрусовых. Это может даже и яблочный сок быть. Ну, только кислых яблок, понятно. Ну, и давайте-ка смешаю, что ли, все вместе. Вот так. Отлично. Красота. И опять надо снять пробу. Мало ли, вдруг чего не хватает. Так. Очень, очень вкусный салат. И очень яркая, классная начинка для рыбы. Кстати, настала ее пора. И, быть может, я вас удивлю, но ее надо выпотрошить. Но не потрошите рыбу, предназначенную для фарширования со стороны брюха. Только со спины. Вы сейчас увидите, почему. Так. Отлично. И жабрю надо тоже удалить. Пласт, ну, открою. Все. Вот теперь можно фаршировать. Смотрите, спинка толстенькая, так и норовит придавить мои пальцы. Такой вот способ разреза сам по себе, ну, в силу анатомии рыбы, смыкает вот эти края. При таком способе из рыбы ничего не вываливается. И неважно, у вас вот такая вот судакообразная рыба или плоский карп. Сейчас я рыбу не солил и никак не приправлял. Соли достаточно в начинке. А снаружи я ее смажу соусом винегрет. Ну, или салатная заправка, если хотите. Я, как видите, подготовился, и можно уже приступать к запеканию. Но ради эксперимента. Одну я отправлю на угли, а вот вторую буду запекать в духовке. Готовится все будет на непрямом жару. Поэтому половину углей сюда, вторую половину сюда. Да, да. Решетка, средняя часть. И первая пошла. Отлично. И накрою крышкой. Ну, вы здесь подежурите, а я пока вторую рыбу в духовку отправлю. Там 180-190. А вы следите, чтобы ничего не сгорело. А вы что здесь делаете? Я же попросил последить. А если подгорит там что? Или утащит кто? Пойдем уже. Все на месте. Так, ну, рыбки надо. Да, еще немножко полежать. Буквально минуту. Точного времени запекания я вам, конечно, не назову. Потому что все зависит и от размера вашей рыбы, и от реальной температуры в духовке, и от количества углей в вашем гриле, и от расстояния между углями и рыбой. Поэтому ориентируйтесь на свои впечатления. Для вот этой рыбы, которую вы видите, для ее размера, для моей духовки, и для вот этого количества угля, времени уйдет примерно 20 минут. Ну, 21 может быть. И еще момент. Вы заметили, что чешую я с этих себасов не снимал. Это не просто так. Если чешую с них снять, то рыба, поверхность, по крайней мере, очень быстро в духовке высохнет. Ну, и в нуглях тоже. Подождем. И вот все готово. Вот это у меня из духовки, а вот это из гриля. Очень просто, как видите. И еще момент. Если у вас будет очень крупная рыба, очень жирная, или карп, например, вот с такой вот огромной чешуей, то ее, конечно, лучше снять. Для мелкой вот я не снимаю. Еще немного полюбуйтесь. И хватит. Надо пробовать и сравнивать. Классно. Аромат дымка чувствуется. Вот эта начинка. Такой яркий, кисло-сладкий вкус. Ой, очень люблю. Давайте из духовки попробуем. Так, что тут у нас? По сочности то же самое. Аромата дымка нет. Но, что я хочу сказать. Был удивлен, когда открыл духовку, запах хвои, в первую очередь. Потому что вот эти вот дочечки, веберовские, это, по-моему, и кедр. То есть, слегка смолистое дерево. Я, ну, нижнюю часть рыбы еще не пробовал. Предполагаю, что, скорее всего, рыба смолистым деревом не испорчена. Но вот этот легкий аромат горячей смолы мне очень понравился. Так что, даже если вы будете готовить не на гриле, а дома в духовке, не обязательно же покупать веберовские доски, правильно? Просто поищите, может быть, сосну. Только вытопите из нее смолу и попробуйте. Мне понравилось. Надо же что-то про начинку сообщить. Начинка бомба. Рыба сама по себе имеет очень тонкий вкус и тонкий аромат. И такая, я бы сказал, даже нейтральная. И начинка на себе вытягивает полностью это блюдо. Я обожаю эту начинку и обожаю такой способ приготовления. Поэтому настоятельно рекомендую. Прошу, попробуйте приготовить вот с этой начинкой, ничего не меняя. А потом поделитесь своими впечатлениями в комментариях под видео или в группе ВКонтакте. Пробуйте. Спасибо за компанию и всем пока.